Здравствуйте! С вами программа «День города» и ведущая выпуска Марина Романюк. Смотрите сегодня. Как воспитать чемпиона? Эксклюзивное интервью с тренером Канаиста Захара Петрова. Успение Богородицы. Православный мир отмечает важный праздник. Касимовский спортсмен Захар Петров занял четвертое место на Олимпиаде в Париже. Уже спустя две недели он привез в чемпионаты мира в Самарканде сразу две золотые медали. Эксклюзивное интервью с тренером Захара в нашем эфире. Чемпионат мира в Самарканде не оставил без внимания практически ни одного рязанца. Все болели за своего земляка – уроженца Касимовского района Захара Петрова. Там он представлял Россию в соревнованиях по гребле на байдарках и каное. Как рассказывает его тренер Владимир Клинов, после поражения на Олимпиаде спортсмену было важно доказать миру, что ему равных нет. Захар едет на чемпионат мира. Он выступает. Первый день выигрывает хорошо. Все видели двойку коной на тысячу метров с Иваном Дмитриевым. Этот спортсмен он тоже был неоднократно победителем чемпиона мира по молодежке. Отличался. Казалось бы, все идет гладко, но в заплыве на 500 метров прямо перед финишем Захар выпадает из лодки. При этом заканчивает старт первым. И здесь завязывается интрига. Можно сказать, на глазах у всего мира разворачивается драма. Сначала главный судья видит – лодка финишировала пустой. И принимает решение не засчитывать финиш. Но представители России решили не спускать такое с рук и подали протест. Жюри. По праву Сармановича жюри. Высший главный судья. Он, значит, собирает консилиум. И главный судья ходит. И там нейтральные представители разных стран. Ну, конечно, наших нет. К сожалению, россиян. Дальше решение принимает. Да, смотрит так с этой стороны, с той стороны. Когда они смотрели, с одной стороны видео было. И там непонятно было. Когда с двух посмотрели, он пересек с лодкой. Все. Жюри решение принимает. Медаль вернут. Медаль. Опять вернули. Но и после этого поздравлять Захара с победой оказалось рано. После решения жюри недовольными остались страны-соперники. И судейство снова принимает решение забрать у российского спортсмена медаль. Тем временем впереди следующий заплыв. Нововведение. Каноэ четверка. Захар злой. Все у него такое. Все. И четверку садятся и достойно выигрывают. И становится второй раз официально чемпионом мира. Двумя личными золотыми медалями награды Захара Петрова на чемпионате мира не ограничились. В командном турнире сборная нашей страны завоевала второе место. Спортсмены завоевали пять медалей, часть из которых – его. Анастасия Ант, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Годовая инфляция в регионе увеличилась на 8,5%. И хоть цены на продукты и услуги росли медленнее, чем месяцем ранее, на общий показатель повлияла июльская индексация тарифов ЖКХ. Более подробно в следующем материале. Начнем с самой быстро растущей позиции – индексация коммунальных тарифов. Напомним, произошла она в июле. Так, тариф на электроэнергию увеличился на 8,8%. Если в денежном эквиваленте, то теперь городские потребители без плит и отопительных установок платят по 6,33 рубля за киловатт-час вместо 5,82. Холодное водоснабжение увеличится на 9,6%. То есть кубометр стоил 30 рублей 20 копеек, а будет 33 рубля и 10 копеек. В общем, по карману ударит. Особенно учитывая, что подорожания тарифа прошлым летом не было. Другой удар по карману – проезд в маршрутках. Коммерческие перевозчики повысили стоимость до 36 рублей, чтобы компенсировать траты на эксплуатацию авто и расходы на оплату труда. Инфляция на продовольственном рынке снизилась до 9,6%. Замедлился рост цен на яйца благодаря увеличению предложения. Местные птицефабрики расширили производство, а также выросли объемы импорта. Расширение внутреннего предложения повлияло и на мясную продукцию. Цены на свинину и куриное мясо в июле росли медленнее, чем в июне. А вот годовой темп прироста цен на непродовольственные товары снизился в сравнении с июнем. Для примера, в июне рост 6,64%, в июле 6,54%. Рубль укрепился, так что рост цен на электротовары и бытовые приборы замедлился. Еще один фактор, который влияет на формирование высокой инфляции – это потребительский спрос. Он пока опережает возможности расширения производства. В таких условиях требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики. Чтобы снизить инфляцию и защитить доходы и сбережения граждан, Банк России повысил ключевую ставку. В целом уровень инфляции в Рязанской области остается ниже, чем по стране, где в июле он составил 9,1%. Для сравнения, в июне эта цифра была 8,59%. Ускорился рост цен в 76 регионах. Сильнее всего в северо-кавказском регионе, меньше всего в северо-западном федеральном округе. Основной фактор, как и везде, индексация коммунальных тарифов. Остается ждать показателей августовской статистики. В Рязанской области проживают больше 200 тысяч федеральных льготников, четверть которых получают набор социальных услуг, что называется, в натуральном виде. Другие предпочитают заменить этот НСУ на денежную выплату. О том, чему отдать предпочтение и что включает в себя этот набор, расскажем далее. В отделении регионального соцфонда напомнили, что все федеральные льготники должны подать заявление о форме получения набора социальных услуг на 2025 год до 1 октября этого года. Теперь более подробно. Есть такая аббревиатура – НСУ. Расшифровывается как «набор социальных услуг». Положены они федеральным льготникам. Набор социальных услуг включает лекарственное обеспечение, проезд к месту лечения и обратно, а также право на санаторно-курортное лечение. Большая часть льготников от набора услуг отказывается. НСУ заменяют денежной выплатой. Например, по статистике Санкт-Петербурга, такой выбор сделали порядка 80% льготников. Можно, однако, отказаться от услуг частично, говорят в соцфонде. Например, от того же проезда на пригородных электричках и получать за это порядка 170 рублей. Или от лечения в санатории. Но в фонде напомнили, что набор социальных услуг позволяет людям с хроническими заболеваниями проводить полноценное лечение дорогостоящими медицинскими препаратами бесплатно. Поэтому до принятия решения об отказе от НСУ важно рассчитать стоимость лекарств и подобрать наиболее подходящий вариант получения социальных услуг. Для подачи заявления, выбора формы набора получения социальных услуг, можно обратиться в клиентскую службу отделения социального фонда лично или с помощью портала госуслуг. А также направить заявление в многофункциональный центр. В социальном фонде напомнили, что если заявление подавали раньше, то новое писать не нужно. Дескать, набор будет предоставляться в той форме, которую человек выбрал, пока он своего решения не поменяет. Прокурор Рязанского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника одного из исправительных учреждений. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в июле 2023 года обвиняемый дал незаконные указания сотруднику изолированного участка перевести нескольких осужденных из помещения для нарушителей в общежитие исправительного центра для их последующего привлечения к работам по ремонту теплотрассы. После начала выполнения производственных работ осужденные скрылись и их местонахождение было установлено лишь в августе-октябре того же года. За совершение указанного преступления законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Рязанский районный суд для рассмотрения по существу. 28 августа православный мир празднует Успение Пресвятой Богородицы. О значении и традициях праздника расскажем далее. Строгий двухнедельный Успенский пост готовил верующих к последнему из 12 главных церковных праздников – Успению Пресвятой Богородицы. Пост был призван помочь преобразить душу и сердце каждого православного христианина. В Рязанской области празднику Успения посвящено множество храмов, включая и кафедральные. В день праздника божественную литургию совершил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. История праздника отсылает верующих к библейским событиям. После Вознесения Христа Матерь Божья осталась на попечении апостола Иоанна Богослова. Тому Иисус завещал заботиться о ней, как о родной матери. Ученики и апостолы записывали все, что она рассказывала и о своей жизни, и о жизни своего сына. А в день, когда Мария молилась на Елеонской горе, к ней явился Архангел Гавриил. В руках он держал райскую финиковую ветвь. Он принес весть, что через три дня окончится земная жизнь Марии. Так и случилось. Тело Марии погребли в Гефсимании. Есть оговорка, что когда на третий день гроб открыли, то тела Богородицы в нем уже не было. Там лежала только плащаница. Полное название праздника – Успение Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Само слово «Успение» устаревшее, значит оно смерть. Получается, что окончанием поста является праздник, который посвящен смерти Богоматери. Однако значение этого слова гораздо глубже, чем просто переход Богородицы от жизни настоящего века к смерти и через смерть к жизни будущего века. Значение слова «Успение» можно уподобить названию праздника Богоявления до того периода, когда из этого праздника выделился праздник Рождества Христова. И праздник Успения – это тоже не просто рубеж, когда заканчивается земная жизнь Богородицы. Церковное предание говорит о том, что гроб Богородицы пуст, что на земле нет ее тела, а потому слово «Успение» включает в себя и успение, и телесное воскресение Богородицы, Богородичную Пасху. В народе же Богородицу ассоциировали с древним божеством, матерью сырой землей, поэтому в день Успения земля считалась именинницей. По земле нельзя было ходить босиком, а также втыкать в нее любые острые инструменты – колья, лопаты и другие. Праздник иногда называли «дожинком», поскольку в это время заканчивали жатьхли. Так как в жатве участвовали главным образом женщины, то в старину время отдыха после Успения называли «молодым бабьим летом», которое продолжалось до Ивана Постного, то есть до 11 сентября. Этого дня, 28 августа, раньше ждали незамужние девушки. Именно сегодня начинались помолвки, чтобы осенью сыграть свадьбу. Говорили, кому не посватываются, тот всю зиму в девках и просидит. А по погоде гадали, мол, какая стоит на Успения, такая ждет и осенью. То есть, если в этот день хорошая погода, то и зима будет теплая, а следующий год – по урожайным. Рязанский фотограф Анатолий Еврилов отмечает свой 75-й день рождения. В честь праздника в библиотеке Горького открыли выставку его работ «Дорогие мои земляки». Биография Анатолия Еврилова тесно связана с военной службой. Он окончил Рязанское высшее военное командное училище связи, принимал участие в ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС, а также преподавал в Харьковском военном университете. Уже уйдя в отставку, он вернулся на родину в Рязань. Анатолий Еврилов рассказывает, что несмотря на военную карьеру, его всегда интересовало фотодело, любовь к которому привили отец и старший брат. Старший брат Вячеслав, он занимался в фотоклубе «Мещера», который основал Виктор Иванович Агеев, очень известный фотохудожник. И вот его коллеги по фотоклубу, как я уже сказал, Сергей Михайлович Романов, Татьяна Исайенко, Женя Романюк и Андрей Козеев, Алексей Козеев. Я их нашел, сам искал, нашел и прилип, стал помогать. Сейчас Анатолий Еврилов член фотоклуба «Рязань». По словам фотографа, архив его фотографий используют в министерствах, в администрации города, в вузах. А теперь открыли персональную выставку фоторабот. Председатель Рязанской организации Союза фотохудожников России Анатолий Осипенков подчеркнул, что теперь в творчестве фотографа наступил новый этап. Эта выставка, она цельная, такая достойная. И самое главное, что именно по этим фотографиям наши потомки после нас будут судить о нашей жизни. Потому что здесь есть люди, портреты очень важных людей, известных людей. Не все так фотографируют. Вот этот самый, так называемый, фото-жанр, значит, Анатолий Михайлов, представляет в полном объеме, в полной силе. Достойно. Работы для выставки автор отбирал так, чтобы и ему нравились, и зрителю было приятно. Но самая главная цель – показать патриотизм, любовь к родине, которая живет в сердцах всех поколений. Через портреты людей – от фронтовиков, участников Великой Отечественной, до современных школьников, выбравших кадетские классы. Здесь портреты людей, которых, может, и вы, дальше ваши друзья, ваши знакомые, ну и уважаемые, известные и неизвестные лица. Это часто касается Космена Альбонова и касается Василия Анатолова. Я очень радужусь, что я смог действовать и снимать. Ну, в Путине, ну, конечно, до стояния 20 метров. Анатолий Еврилов признается, что считает себя добровольным фотолетописцем Рязанской области. Ведь в его объектив попадают практически все значимые события города – культурные, спортивные, политические. И, возможно, через много лет потомки смогут изучать историю региона именно по его кадрам. Анастасия Ант, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин